всем привет сегодня 1 мая всех с праздником особенно трудящихся погода хорошая поэтому я на улице вчера целый день дождь шел поэтому вчера после репетиции парада отдыхал сегодня кстати экскурсия вспомнил хоть и не знаю интересно нет но там новый экскурсовод планирую сходить от называется серебряный век от пушкина вот от этого памятника до маяковского то есть мы сейчас дворами пройдем как-то отсюда и до маяковской через патриарши там туда-сюда вот и все хочу сказать в общем да вот так прогуляемся посмотрим что к чему машин мало заодно посмотрим по поводу много ли народа разъехалась ну те которые приехали сюда на заработки по своим родным местам вот может быть и в общем посмотрим сейчас где-то тут встреча была написана у ресторана ресторана макдональдс сейчас попробуем найти такой в очках экскурсовод аккредитованный там все такое начата пока не вижу причем продолжаем наблюдение сейчас еще десять минут принципе фонтаны кстати включили вчера вчера было открытие по всей москве теперь включение фонтаны поэтому стало веселее и красивее с 8 утра до 11 вечера они работают а некоторые фонтаны круглосуточно ночью мы ищем ждем экскурсоводы с фотоаппаратом как обычно чем быть еще по фото не прощаюсь привозили молодых совершенно слушателей совсем еще возраста нашел экскурсоводом на фотографии он там на сайте выглядел потому что конечно молода и все-таки не узнал ну вот орлово здесь жила еще малоизвестен по крайней мере многие не читают читающие читают сейчас подходит потихонечку кто сегодня на булгакова пожалуйста подходим не теряем возможность здравствуйте учитывая что погода сегодня благоприятная вас сегодня ожидает встреча обязательно с какими-то признаками сатаны сто процентов ну точно что возле музея у вас встретит кошечка черная с ярко-красной мошенничкой надо сказать что эта кошечка откуда он знает он предсказатель изначально это был здоровый кот и вот прям огромный пушистый но его украли теперь там ходит маленькая кошечка в макдональдс спешит на красном порте что-то их прям он еще одна порше но если ты слушаешь случаем уважаемые экскурсанты подходим и отправляемся на экскурсию в булгак тема экскурсии серебряный век михаила булгакова вы на эту экскурсию а что же вы не берете может быть вам и понравится а вы на какую хотели на малую это не с этой стороны скорее всего стоит на малую в следующий раз у меня там будет симфония переулков посмотрите пожалуйста бойцов к вашим услугам приходите на симфонию переулков она будет в следующие выходные приходите до свидания итак у нас есть еще желающие у них есть победитель вас тоже с праздничком вас тоже с праздничком всех дорогие дамы почему вы своих мужчин не берете как это зарабатывает мужчины деньги зарабатывают а они на экскурсии но это еще нормально нормальный расклад все ладно тут пока сбор пока пауза когда начнем тогда начнем что тут на porsche смотреть больше чем жигулей михаил проначал булгар готовы западе вы не отдельно мы пойдем по болоту по козьему как же вы там ну я надеюсь уже подсохло итак мы с вами двигаемся двигаемся козье болото ну ладно пройдемся специфично он ведет экскурсию своеобразно но посмотрим как пойдет вот уже засадили цветочки это они не выросли их просто посадили уже цветущие вот как я говорил что держим небольшую дистанцию пошире ну как-то быстро много пушкина то и не видно я в который раз с этого места еще когда здесь собственно говоря фонтан закрывали здесь зимой была такая интересная развлекательная программа ледовая но тем не менее пожалуйста фонтан вот вам пожалуйста весна настоящая спасибо я с вами сегодня по теме серебряный век Михаила Булгакова ну я надеюсь что вы конечно же Булгакова читали читали не только его замечательный роман но наверное и что-то еще я надеюсь что вы понимаете что просто читать гораздо более близко к автору чем когда мы смотрим какие-то экранизации вы понимаете конечно что когда и режиссеры ставят экранизируют то вмешивается уже интерпретация совершенно других людей а ведь Булгаков совершенно уникален именно в своем письме он никогда и нигде не учился в словесности но как известно таланты от Бога что касается его судьбы ветрено сегодня я хочу сказать что Булгаков пережил очень тяжелые времена и приезжает в Москву от безвыходности положения дело в том что 21-23 год прошлого века это тяжелая совершенно ситуация не работает а его первая супруга родители которые живут в Саратове как раз и по Волжье ну спасибо что присоединил надо сказать что его судьба связана с тремя замечательными женщинами если говорить какой ловеласт по женщинам его литературный редактор Алексей Николаевич Толстой он же красный граф он же секретный сотрудник ВЧК то у каждого талантового писателя должно быть три жены какие красавицы одна от Бога вторая от людей а третья от диявов ну вот обо всех трех на своих экскурсиях я и рассказываю и это как всегда бывает более информативно чем просто рассказывать о его произведениях потому что без женщин мы даже ничего из себя не представляем именно они нам дают что? жизнь они нам дают жизнь вот это часто забывают а потом когда уже по сути вопросов решается почему у нас ничего не получается мы вдруг вспоминаем что мы что-то сами не доделали в этой жизни и нашли настоящую супругу вот и он тоже искал надо сказать первая его супруга Танечка Лопан была малообразована малообразована женщины дорогие вы же бескорыстны когда вы нас любите у вас же не спрашивают какие вы дипломы имеете и сколько у вас образований вот она и вот чем занимаешься в первую очередь отсюда следует вывод сколько денег зарабатываешь не знаю ни врачебного мастерства никаких то лекарств она и вот дальше уже привет из глубокой совершенно зависимость от наркотиков и два варианта развития событий пока или пойдем побухаем это все абсолютно точно его автобиографическая часть он был совершенно но это не точек в этом состоянии надо сказать что не прибывает сюда не имея никола не двора ни копья за душой и хорошо еще что здесь у него возможность появляется хоть как-то зарабатывать на хлеб причем совершенно уже не по врачебной специальности вы знаете что он окончил медицинский факультет Киевского императорского университета но никто не знает а я вот вам подскажу какая у него была специальность в дипломе но кто из вас скажет нет еще каких нет какие еще варианты нет нет медицинская специальность у него была педиатр не плохо ну какая там специальность медицинский врач когда тут первая мировая начинается война и он стоит у хирургического стола и оперил его вместе со своим танечкой который рядом с ним при фронтовом госпитале и он делает ампутации по 100 ампутаций в день она держит отрубленные конечно вот такие были времена с 21 года он в москве и он устраивается с помощью вы не представляете себе как бывает анекдотично наше настоящее совершенно не угадаешь никогда ему помогает надежда константиновна что потому что он работает первое полгода жизни в москве наркомбросе в литературном да информации будет много движение мало но вы еще не забыли молодые люди кто такие владимир ленин и одежда константиновна а в то время как вы понимаете сто лет назад это были очень важные фигуры надо сказать что не очень везло на его соратников он работает с пролетарскими писателями имея опыт жизни в семье священность все равно эта экскурсия имеет место быть поэтому у него даже был такой родственник Сергей Николаевич можете дизлайки не ставить они все равно ни на что не повлияют естественно не может строиться в эту среду пролетарских писателей ну посмотрите на его портрет известного фотографа Непельбаума конечно белая кость интеллигенция я бы сказал что ни в каких я бы сказал корнях социалистическим реализмом в литературном творчестве невозможно просто заниматься ни душа никак ну вы попробуйте что-нибудь написать против своей боли вы увидите это не получится это будет фальш вот и он тоже по словам Катаева он был манерный говорил даст нет но за душой то не гроша как напоминает Катаев он прибегал в редакции в одной пижаме накинув драны полушубок а нечего было и мы сейчас с вами уважаемые экскурсанты узнаем где же проходили первые годы его журналистской деятельности когда придем совсем рядом на Тверской бульвар итак вперед погнали я так вот на Тверской бульвар ветер сегодня большой прям до сюда брызги долетают от фонтана фотографировать пока что нечего поливалочки поливают поливалочки поливают сегодня без привкуса ковида сегодня без привкуса ковида ну без шампуня скорее всего обычной водой пахнет так на остановку на противоположную сторону этого старейшего в Москве бульвара этому бульвару мы благодарны за как и все собственно Екатерина Великая нам сделала большой подарок бульвара 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 но очень трудно туда попасть должен сказать что именно здесь в этом здании не видно правда да а но с лебедями болен а у меня не приблизить работал Николай молодой журналист надо заметить что и сейчас очень любопытно что десятый этаж сам журнал редакция журнала вопросы литературы очень я бы сказал такое помещение маленькое но какой же там великолепный вид вы бы знали замечательный дом номер 10 в Лизниковском переулке где проходила его журналист он считал что ему бы хорошо лежать дома да описать свой роман о той жизни которая его уже он приезжает уже 30 лет он 91 года рождения уже много а он служил в белых и потом всю жизнь покрывал и события первой мировой войны а он был в мировом госпитале и врачебная деятельность и как он заразился и 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 уже революции здесь заселились люди непростые хотя становилось посмотреть любопытность январь вышинский любопытность это не порог в годы войны плохо видно и лебедей там но там он лебеди она сверху фотографии может приблизить получится да пути ли раньше не по-детски и хабара и три жены там об этом я еще буду рассказывать и оковши цена и 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 ну а какая женщина, согласимся, жить в квартире, где нет любая женщина, согласимся, для женщин, у которой нет возможности чтобы приготовить закон в первом, по вашему взгляду, чтобы все это сами пережить ну как бы то ни было, конечно же, это замечательное здание куда стоит сходить, не я этого, да, не там 300 совершенно элитных жителей, которые перегрызлись из-за этого, не хотят друг другу, а там есть на что посмотреть должен сказать, что там на крыше был такой простор, что сам партизер, который еще задумал, играл там пришли на остановку 15-20 минут информации Вперед погнали Включай музыку Вечно молодой Вечно пьяный А, нет, это из другой оперы Идет бы до речка Для своих лет На, вот это вот, кстати, дорожка для велосипедистов Ну, не вот там, где он поехал А вот это поуже Которое Ну, нам переходить не надо же, да? Да Мы просто идем Тут 200 рублей Где-то было 380, здесь 200 Ну, народу немного, но все равно есть Вон, яйца какие-то наставили Ну, это не натуральные, видимо, макеты Одинаковые Если бы фаберже, так тогда бы они На что первое сразу обращаются Ну, ассоциации Яйца, значит, фаберже Или куриные Вот, но Они какие-то все одинаковые А у него там было не одно яйцо И даже не два Они там синенькие были какие-то Еще что-то Так Итак, уважаемые экскурсанты Мы с вами перед скучным серым набором Да, здорово И даже меняли срок окончания работы Так И я боюсь, что опять Опять не открою эту усадьбу замечательную Где в этой усадьбе находится памятник Причем памятник, я бы сказал, замечательному нашему писателю-публицисту Александру Ивановичу Герцину Должен сказать, что не случайно Он был каково в романе Ну, это вот там, за забором унылом Вы помните дом Грибоедовой И у него там всегда Прикатывание Ассоциации Памятник Герцину А в дом Грибоедовой Кроме того, надо сказать, что еще и интересно Грибоедовы Это фактически Что-то съестное А действительно Должен заметить, что здесь был известный на всю Москву ресторан Вот в пределах этой усадьбы Находится Замечательный Ныне действующий Ну, это логом Двадцать и четвертая И успешные люди Там будут В хорошем состоянии, кстати Ну, это логом Ну, это логом Нам появлялся Можем для того, чтобы Уноситься В ресторане Ну, и, конечно же Здесь был замечательный Совершенно известный ресторан Ну, вот здесь Родился Дерцин Не, оригинальный Кстати, у забора Не, ну а что ли? Кстати, мужик опять мешает Он их прошлый раз Фотографировал на солянке Флаги, кстати На себя Прибегает двое Коровьев и Бегемот И между ними Такой интересный диалог Коровьев, обращаясь К Бегемоту К этому талу К этому жертву Говорит О, это замечательная усадь Здесь, наверное, взращиваются Уникальные таланты Да, отвечает Бегемот Как ананасы вооружили Мы чувствуем Немного Такой ситирический Смолётом Такой лёгкой Такой сголочными На сатиры Это и есть стиль Угаковский стиль Вот, и вы послушайте Как он описывает Замечательные Эти Места В бал В ресторане Дома Крикоедов В леса Лебеднейшие Представители Коэтического Погроздила В Астане Тогда много было Таких аббревиатур То есть Смотрите Фамилии Павианов Ну как Павианов Богохульский Очень показательная Фамилия Сладкий Шпичник Женская Фамилия Да, но вы только Послушайте Адальфина Пустяк Можно ли С тобой Погрели Вообще Жить Женщине В Женщине Субтитры 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 Да Вот еще Одна А, все Пришли Ну Серенькая он поршень и 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 чем идем а вот удобно замечательный писатель я его советское время только читал его пусть как у нас как ничего особенного я там не заметил и сейчас андрей патронов очень ничего котлован про котлован наверное нужно согласиться что у нас талантливейшие были писатели хорошо что вот сейчас о нем вспомнит именно здесь он работал работал не художественным редактором и не преподавателем литературном институте он работал 20 лет вот здесь усадьбе дворников такие были времена вот такой был серебряный век а сейчас будут классные ужасы ужасы слабонервным просьба отойти от голубых экранов все такими не пушкин соответственно московск тетенька нам и сосыкли ручка на сумке степлером пристегнута но отрывалась видимо уже а паньки что мы тут видим да все бывали Те, кто хочет заняться литературным творчеством, вот вам объявление, пожалуйста, к театру требуется уборщица. Как раз с этого можно и начинать. Но надо заметить, что это уникальный, конечно, театр, находящийся в историческом пиулке. Представьте себе, что в 1914 году это... Девочка спросила, что такое экскурсия? А папа ответил, что это когда людям втирать какую-то дичь. Но слова недословно переведены, поэтому возможно и ошибаюсь. Какие были здесь события, это не очень плохо хочет. Вот посмотрите на эту парочку. Это авангардист Таиров со своей замечательной ведущей актрисой Алисой Георгиевной ходит. Есть те, которые здесь как раз играли... А вон и яички несут. Надо заберечь, что Таидор выбрал это здание... Как сам Николай, как говоришь, вы... Уже внутренние знакомые... Освещать. Кстати, да, надо батарейки купить мне к фонарику. Замечательной, трагической актрисой. То у меня тоже... Надо сказать, что Таидор, конечно, застовзал... А в фонаре батарейки Семен. Их 30 лет... Светить нечем. Алис и Конин они здесь творили. Но надо было знать историю. А история нас обращает в далекие времена Ивана Грозного. Представьте себе, что именно здесь стояла деревянная церковь, Который Иван Грозный венчался со своей четвертой супругой. Вопреки запретам патриарха. Но он на него просто пришитнул и все-таки венчался. Это, конечно, плохо кончилось для очередной... Давайте с репертором знакомить. Я с одной живу, у него так хватает. Он всем пережил. Это уже явный перебор. Как бы то ни было. Но дальше история говорит о том, Что именно здесь было захоронение во дворе вот этого театра. Потому что еще в 1698 году Петр I наказал стрельцов в очередной фонд. И он казнил 1200 стрельцов. И здесь тоже было захоронение. Вот эти же патилы, которые они разговаривали. И от них и на полгают. Выбросили. Вот и портал подождать что-либо. Да. Ну а этот замечательный храп. Он был просто-напросто разрушен. Иконостас был пробит. Да, о. Это про него. Рак в мозг залез и... И умер. ...который вот здесь жил как раз в этом театральном здании на втором этаже с огнями, выходящими на большую брону. Она осталась совершенно одинокой. И фактически уже больше в театр не ходила и не играл. Вот так бывает замечательно. Да. Михаил Афанасьевич здесь поставил свое замечательное пьесу. Одну из первых. Чайки, бреющие на бреющем полете. Ну конечно же здесь много еще интересного. Ну Москва же порт Семи морей. Конечно же. Кто не знал. Или Пяти. Пяти морей. Семи это... Да, порт Пяти морей. Поэтому чайки. А, уже идем. Да. Погнали. Пяти морей. Все восстановили, реконструировали. И здесь конечно же все это место вместе с театральными подможками все осветили в 90-е годы. Так охранники. Вы можете ходить на спектакли совершенно смело, не опасаясь никаких последствий. А мы идем дальше. Я русский турист, облик аморали Михаил Светлов. Пятом Камак. И вот этот аморали. Это какой-то АМР приехал, депутатушка, слуга народа. Грехи свои отпускать. И мы сейчас с вами придем, еще и Палашовский перевод, большой и малый. Это тоже мастеровые, связанные с подготовлением. Получилось здоровье. Переулочки классные тут. Я тут не гулял. Просто свернули чуть-чуть переулочек и все. В советское время построили вот эти вот дома. Должен сказать, что и сейчас слуги народа живут гораздо лучше, чем сам народ. Еще одна, беленькая на этот раз. Считаем, сколько Парше. С вами Траудно-Молчане и целый квартал. Идем дальше. Какие-то группы молодежи. Финники стоят и молча что-то пьют. Да, не скажете, что в центре Москва. Очень тихо. Уютно, спокойно. Так, он там свою папочку держит, чтобы его не потеряли. Это молония. Вот старенький домик. Вообще-то я был неправ, что будем стоять. Оказывается, идем. Вермутерия. Вермутерия. Террариум только с цветами. Итак, уважаемые экскурсанты, я хочу обратить ваше внимание на очень характерную примету нашего времени. Вот, можете прочитать название этого, это и забегал. Вермутерия. От слова Верму. Вот так, на месте исторических усадик, теперь возникают совершенно с другими целями интересные какие-то нападения. А мы идем дальше. Какой-то вермутерий подошел, сфотографировался. Вот так и стоит в Панамке. А тут моют, кстати, фасады таким способом. Вот там нам мешает вот эта техника. Смотрим, что там есть архитектурные образы. Я вам стремлюсь показать то, что имеет действительный смысл. Обратите внимание, вроде обычный дом с советского времени построен в 1870 году, в 1860 века. Но именно здесь последняя измеря. Здесь, на третьем этаже, с окнами, выходящими в скверик, она прожила за 1460. Играет музыка. Шампунем намывают. Пахнет шампунем. Морозной свежестью. Щеточками. Вот так вот. Ну это вот где слуги народа живут. Гелик какой-то открытый был. Без крыши. Да, крепкий какой-то. Мавзолей. О, это что? Это сейчас модно. С кружечкой кофе идти, чтобы вата в нас уторчала. Так что модники. Посвященная замечательному театральному деятелю, который стал президентом малого театра, проработав больше 40 лет в малом театре, Александру Ивановичу Южину, Сумбатову Южину. На самом деле его фамилия Сумбаташвили, а свою приставку Южин, потому что он с юга, он уже сделал по своей театральной деятельности. Представьте, он сыграл все роли главные по Островскому и по Шекспиру в малом театре. Но меня больше всего радует и вам на зидание показываю вот эту чету, чету супругов, потому что я всегда, всегда вам напоминаю, что без женщин жить на свете не возможно. Вот смотрите, вот эта чета, они прожили вместе 50 лет. Представьте себе, что его супруга была неизвестной, аристократической семьей. И эта семья, он порт, дала еще, вот это Игорь Николаевну, Игорь Николаевну, а Игорь Николаевну была замужем с аплодистором Ивановичем Неверойчим Данчей. Ну это ладно, они театралы. Вот как раз над моей головой тот самый кабинет, квартира, музей-квартира, куда вы можете записаться и сходить. У меня изумляет другое, верность тех самых отношений. Балкончик, кстати, неплохой. Надо сказать, верные жены уже после смерти. Ну еще одно. Еще 10 лет. Какая-то Порше. Реально много. Каждый год с 16 сентября отмечала день рождения своего супруга. Не прошает. Не прошает, кстати, а края на мере. Надо низко поклониться. Идем дальше. Идем дальше. Я лошара. По звуку не догадался, что это Феррари. Простите меня. Так, сыпать не начал. Порше. 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 Ой. Ой. мало экскурсоводов обращает внимание на такой серий стингера стингер что это такое все на трекируют показывать свои машины здесь на последнем этаже сейчас жилое фактически помещение мастерских художников работала дочь архитекта наталья сергейна кончарова он был как отель резиденция без мульберта давайте будем наконец ценить своих авангардистов агент смит такая будет у него позывной агентурный агент смит и Продолжение следует... Мы сиротикого Драпуле. Ой-ой-ой, тут тоже красивенькое что-то. Так, там здание какое-то показывает. Идем посмотрим. Ой, какое красиво. Удивительное дело, как в Москве все тесно. И совершенно уже современные, как дещи, соседствуют с историческими зданиями. Надо сказать, что вот этот дом начали еще строить в 1923 году. Это был небольшой, уже, конечно, каменный дом. А вот уже в 1948, в послевоенное время, архитектор Дмитрий Дмитриевич Булгаков вот это вот чудо совершил. Совершенно замечательный облик этого здания. Вы видите, балкончик. Совершенно оригинальный, прекрасный балкончик. Вот там жила вот эта вот Примадонна. Вот это вот замечательная Изабелла Юрьева, которая сейчас не только молодежь, понятия не имеет, но и уже люди зрелые, уже забыли, потому что это замечательная певица. В советское время была бы представлена орденом Ленином. Вот представьте себе, дорогие девушки, как правильно выходить замуж. Она вышла замуж за богатого и преуспевающего адвоката. Она даже не знала, где на кухне лежит посуда. Вот что значит правильно выбрать мужа. Правда, детей, увы, к сожалению, у них не было. Как бы то ни было, я вас здесь остановил по другому поводу. Хотя это сейчас ДСЖ творчество. И во втором, по гнезде, в полупонлайном помещении... Все точки на ландыши похожи, но это не ландыш. ...сюда вы можете при желании примкнуть. А потому я вас остановил, уважаемые экскурсанты, что здесь еще в 1892 году... Экскурс... Долгая как. Вот, здесь у нас в селении грамотные люди. Марина Цветаева здесь именно родилась, но это была избушка совершенно простая, деревянная. И, конечно же, такого шикарного здания не было. Но мы с вами двигаемся дальше, и это только начало того самого... У меня уже батарейки заканчиваются. И созидательного тоже. Вот что они вот тут ездят на стингерах, надо туда-сюда. Вы никогда головы свои не поднимаете, смотрите на эту грешную землю. А вы поднимите и посмотрите... Я уже сфотографировал. ...которое называется в простонародье дом-скворечник. Ну, вы видите, как будто скворечня находится. Меня иногда экскурсанты спрашивали, неужели это помещение, в котором люди жили, какие-то волосы, моды такая ходить. Квартирные вопросы, сморные у москвичей. Конечно, сейчас это служебное помещение. Но этот дом построил тот же замечательный архитектор. Да, мы все услышали. А, все, вперед. Продолжение следует... какой культийчик купил долбли а до добыл би до блин все спасибо все снова я вам покажу вот этого красавца может быть вы узнаете ну-ка громче с усиками там какой у нас в селениях люди грамоты шахта Но вникальность этого здания заключается в том, что это не просто была усадьба, это не просто был доходный дом, а это был полиграфический комбинат скоропечатня общества Левенсон. Должен сказать, что в Москве это единственный образец именно промышленного предприятия в стиле модерн. Причем архитектор уникальным образом сумел вписать в этот не очень широкий период трехпрудный, вписать административное здание этого полиграфического комбината. Смотрит как раз переулок, а вся производственная часть уходит во двор. И мы сейчас в этом убедимся. Мамонос, переулок. Да, под конец он разошелся. Вроде бы. И вы дворы. Печатный дом. Да, дворы. Да, вот тут точно надо погулять будет. А то я хожу по каким-то там колонненскому. Затоны какие-то. Вот так в Москве каждый дворик уникален, потому что здесь история. И самое главное, что всегда гармонично соседствуют разные стили. Вот посмотрите, пожалуйста, вот это замечательное здание, замечательное Левенсона, которое фасадом, административным зданием выходит на трехпрудный. А вот во дворе вот эта вот производственная часть, верхние два этажа, это цеха производственная, нижние два этажа, это производственные мастерские. Ну а это не просто полиграфический комбинат. Дело в том, что Шехтек был известен еще в 1880 году, как художник битиевит. То есть художник, который погулял в художественную институту, в Инстане. Его не зря пригласили на то, чтобы он прожил замечательный архитектурный федерр. Потому что это скрометчатник, который в том числе выполнял заказы и имени Николая Второго, а именно юбилейное здание Сибири и Реликвей. Так, опять у меня батарейки садятся. Посмотрите, это тоже и модель. Вот вам в роте окна, такая реставрированная, уже несколько замененная. И вот эти поводы, и шотни, и башенка, и все это... Башенка. Именно промышленная. Модернов-то много. Прямо как я... Значит... Жить можно очень. Мы с вами находимся на задах еще одного замечательного здания. Здание, которое построил тот же самый уникальный архитектор Эрн Карл Юнзей. Мы сейчас посмотрим на этот фасад. Мазер, русская охота тут еще. Мазер, русская охота тут еще. Итак, уважаемые экскурсанты, мы находимся перед замечательными доходными домами, построенными больше ста лет назад. И я вам предложаю посмотреть на внутренние инститеры. Чуть-чуть заглядываю. Только тихо, аккуратно. И дальше я вам продолжу рассказ. Здесь уникальная вахта, которая никогда не возражает, если экскурсанты одним глазком посмотрят, как замечательные потомки тех самых элитных жителей здесь сохраняют интерьеры этого здания, уникального совершенно здания. Вот я не знаю, все ли могут похвалиться из вас, что по месту жительства у вас такой же порядок и такая же благодать. Удивительное дело, когда выходят местные жители, а я экскурсантам рассказываю, говорю, вот здесь живут элитные жители, они вот так переглядываются друг на друга, смотрят и говорят, слышно, оказывается элита. Конечно, это уже разночинцы, это уже потомки, которые, может быть, и не такие, не считают уже себя элитными, но эти здания замечательные, конечно, требуют о том, чтобы о них рассказали. Представьте, это вообще не одно здание, а это два здания, которые строились 10 лет, по заказу князей всего, и надо сказать, что каждый подъезд уникален. Нет двух одинаковых планировок. Представьте себе, да, все этажи имеют разную высоту и разную совершенно планировку. Ну, не знаю, обычная породная. Платежки вам за квартиру. В Питере посмотрят, скажем, у нас в каждом доме так элитно. Тоже мне. Парковаться негде. Должен сказать, что... Цветочки засохли, бычки-то. Вот здесь, в 20-е годы, бывал вулгар. Элитный Винстон там. Не был тогда не элитным жителем, и ни на какие литературные вечера он не ходил, а ходил в такой подпольный... Элитно-стекольщик. Вместе, между прочим, с Есениным и с Маяковским. Удивительно, как соседствуют эти два гениальных совершенно писателя и поэта того самого Серебряного века. Ведь Маяковский с... Типичный представитель элиты. ...все время досуг проводили вместе. Мы знаем даже, что... Точно по воспоминаниям современников, что Маяковский выиграл в Американку, это бильярд, в Американку выиграл у Булгакова 63 рубля. Это большие люди, не надо заметить. Потому что Александр Владимирович Корейко и Барри Петрова это не просто подвал, это арт-подвал. Вот так вот. А там какие-то футболисты играют. Нет. Они руками мяч держат, не футболисты. Ну, какая-то нерусская игра. Он был доходный после революции. Но интересно отметить, что один из жителей это Лазарь Фланец. Кто-нибудь скажет, что этот писатель мог такого сотворить, что я его сейчас вспоминаю. Вот. Я же говорил, что у нас есть люди, которые все и читают сказки. Вот здесь как раз проходило и интересное, как раз связанное с Паттабичем. Вот здесь вот Лазарь. Кстати говоря, Лазарь Лазарь любопытным образом использовал малипу. Вы помните, когда старик Хаттабич федерал Молозок молодежь у меня смотрит такие дни. Покот сынула. Порше 90-х годов. Я рекомендую настоятельно. Очень любопытная зрелищина. Кстати, как-то речь тоже может смотреть. Так вот, представьте себе, что старик Хаттабич у него была такая длинная седая города. Вот он выбирал и какое-то заклинание делал. После этого какое-то чудо происходило по просьбе вот этого старика Хаттабича. Для войн, для внуков. Надо сказать, что интересно, что Лазарь Лагин присобачил туда молитву взятую его иудаистов. Вот уж действительно кто-то пропустил какой-то редактор прощеркнулся. И уже когда делали картину кинофильм в 56-м, уже, конечно, убрали все большие какие-то попытки, что-то такое антисоветское протащение. Уникально, что это здание и сейчас тоже в современной истории нам дорого, потому что с той стороны, с той стороны большого Казихинского переулка, где я провожу отдельные экскурсии по циклу «Голосовский угольник искусства и любви». Там мемориальная доска, посвященная памяти Людмиле. Любвиобильный экскурсовод. А на последнем этаже, в том подъезде, в трайнем, находится музей и мастерская этой... А мы с вами двигаемся дальше, и это только середина того, что я хотел показать. Да, но время ограничено. Тут только пока середина, час. А, ну, полтора часа, час тридцать. Сейчас мне придется микрофон отключить, чтобы поставить камеру на зарядку. И поэтому, возможно, будут задувать ветер. Ну, главное, мы гуляем. Я гуляю. А вы вместе со мной. И... Погода хорошая. И дворами. Это классно. Это лучше, чем гулять во дворах. Где-нибудь в Берилеву там, или в Сторгино. Митина. Барабанщики какие-то там. Это замечательная история. И про ковер самолет, он же был на Пушкинской площади, представьте себе, в натуральном виде чего и на Советскую площадь. Мы приземлились в Сочи. Итак, уважаемые экскурсанты, я вас еще не утомил, а ведь это только середина пути, ведь этот век был не только разрушительным, не только храмы разрушали, но и строили что-то авангардное. Новая культура, новая традиция. Ну вот посмотрите, как сочетаются совершенно разные эпохи. Вот за моей спиной вы видите здание, которое было построено в 1986 году, в советское время, бригада архитектора Гинбурга. Ну посмотрите, это ведь дом, который в простонародье называется дом Щеркульчика. Да, глаза, глаза, нос, щелкончик. Вот и глазки, вот и зубки. Часть замечательного комплекса бывшей военно-братительской академии Неверина, а теперь это военный университет. Здесь проходят занятия, вот там как раз класс. Вот сегодня у них, наверное, ну раз корточки открыты, значит и сегодня работают, ребята. Ну а напротив, совершенно уникальное здание, построенное за сто лет до этого. Ну вот сейчас мы об этом узнаем. Профиксируйте этот момент. Так, связь с космосом. Что ты звонишь? Я на экскурсию. Да. Не дают. Наши зоны пушки завяжут. Итак, уважаемые экскурсанты, вы посмотрите, какое совершенно гармоничное сочетание совершенно разных эпох. И хоть бы, хоть бы что, замечательно сочетается. Вы видите усадьбу, которую построил вот этот же красавец. Построил ее Шехтель для собственной семьи. Как вы понимаете, бедными они не были. И въезжает сюда в 1896 году. Замечательный совершенно образец шехтелевского модерна. Все признаки вам налицо. Вот сейчас на закате прекрасно видно, это все оттеняется. Совершенно замечательные трехстворчатые широкие окна, щипцовая крыша, башенки. Ну все. И замечательно, что это здание, усадьба Шехтельская, у которого только один спуск. Вот здесь разнородное, совершенно разновелитие здания внутри этой усадьбы. А всего лишь одна амфилада вот здесь. Если у вас трехседные окна, значит это в стиле модера. Шехтель использует и при строительстве усадьбы Ребушинского. А филада какая-то. Это его замечательный стиль. В этом кривом Ермолаевском пиулке он умудрился разместить целую усадьбу с вот этими... А филада, это наверное лада амфибия. И сейчас кажется, что она совершенно гармоничная. Жалко только, что содрали. Здесь был оставшийся приметр. Это был как раз знак вот там, который как раз в Шехте. Но вот здесь сейчас посольство, посольство Уругвая. К сожалению, они нас туда, увы, не пускают. Вот такая замечательная эта местность. А мы с вами еще узнаем, почему именно берегулок Ермолаевский. А сейчас я вам совершенно уникальную покажу картину. Вот эту картину, конечно, стоит видеть. Потому что это уже реминесценция того самого серебряного века Михаила Булгакова. Итак, вперед! Сейчас люминесценцию... Ой! И карный бабам. Чуть не свалился с этой люминесценцией. Делали люминесценции и широкий поребрик. А это чё такое? Ты? Мам, не бросай. Я не знаю, на что. Макларен, входим. Итак, мы с вами находимся в исторической местности. Но какие же здесь беспопытные образцы уже современной архитектуры мы наблюдаем. Если вы внимательно посмотрите на противоположную сторону. С правой стороны совершенно изумительное здание вот там вдалеке. Да. И почему-то никто вам об этом не рассказывает. Ведь это достойно того, чтобы сравнить авангардное устремление лужковской архитектуры с тем, что было когда-то сто лет назад. Посмотрите, вот этот дом называется в народе Дом Кекс. Потому что у него крыша похожа на пирожное Наполеона. Действительно, я бы сказал, уникальное совершенно здание. Я ещё вам о нём расскажу, когда мы подойдём ближе. А сейчас хочу вам рассказать о том сооружении, которое находится на вершине. Вы видите, какая-то интересная конструкция. Башня. А, между прочим, это совершенно уникальный исторический экскурс. Вот посмотрите, когда вы пойдёте в новую Третьяковку, вы там на Крымском валу, вы там в фойе, увидите вот такой макет той самой башни. Гатлинга. 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 Гатлинга – смартфон. Гатлинга. 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 Вот может быть. Это удобно на армянских номерах. Много ездить без этого, без растаможки. Гатлинга – смартфон。 Вот этот макет есть на демонстрациях в России. И этот магнит означал строительство административного здания третьего Коминтерна Ну откуда там молодежи знать по какой-то там Коминтерн Тут даже и люди зрелые, но не сдававшие 26 съездов КПСС Не знают, что нас мучили 26 раз И потом это все надо было сдавать Вот вас так мучают сейчас? Нет, вас уже никто не мучает По поводу истории административного здания А мы, между прочим, знали, что Коминтерн это коммунистический И это уже зрение попыток всех коммунистов объединить С одной крышей, она нам нужна Просто так и знали Это же такой авангар, который не укладывается даже в сознание нынче А дело в том, что это здание, представьте себе Макет которого здесь представлен Должно было быть по высоте 400 метров А стоять этот дом могло на красной площади Вот тоже надо надо было, как вы думаете? Не, нифига не нужно Молодежь попалкивает А вот представьте, если там вместо кума это здание стояло Чтоб мы тогда видели от красной площади ничего Вот кекс, видели мы Как такие авангардные выступления от детдеров И мы с вами сейчас посмотрим грязи на этот здание Да Может быть, может быть, сейчас карты Посмотрим на кекс вблизи Любители всяких этих иномарок Вон там садовое кольцо Там я парад снимал Буквально позавчера Тут вот помойка Элитная Сифон Там вот эта вот вся история Как они там назывались? Элитная камри На элитном скотче Залеплена Ну и все Вон там за углом Потревершие пруды Сюда Девочки Идут На патриках погулять Ой, что-то у меня с голосом Охрип Музей, между прочим, современного искусства Итак, уважаемые экскурсанты Мы с вами опять видим гармонию Полную гармонию Совершенно радую Карафонию По эпохам создания зданий Прямо перед вами историческое здание Где, как вы видите, на фасаде написано Московское архитектурное общество Это здание Восторг-1912 году И совершенно замечательный Анпирчик вам Прекрасная классическая Анпирчик вам в ленту Это настоящее грех музей Современной Но пока Мы работаем в университете Между прочим И, как в первую очередь, И не остались Что касается садей Вы видите Совершенно другой Уже вверх Вот посмотрим сейчас Соблазн Так, смотрим соблазн Так, нам на угол Тут уже дизайн Это какой-то новодел Понастроили тут А, ну это кексы есть Алюминиссенцию показываю Это дом Патриарх Который построил Восторг-1912 Архитекта Скаченко Надо сказать, что это Смитерс Так называемый Служковский архитектуры Ну совершенно шикарный вид, правда? Посмотрите Там на здании Еще вы видите Скульптурные группы Да, я уже фотографировал Группы Архитектор Скромностью не страдал Вот он себя запечатлел Пожалуйста Причем Еще из базы По бирже Ну, что называется Памятник себе воздвиг Причем рукотворный Вот это замечательное здание Это частный дом Представьте себе Здесь всего 28 квартир Некоторые продаются Можете прикупить Всего лишь Какая-то Сотни миллионов Ну что, пустячок Правда А что сотни миллионов Можете мне рассказать Что сотни миллионов Посмотрите Какая красота Это что? Какая фонараба Сотни миллионов стоит, да? Какая Совершенно не замечательная А где их взять? На патриарши Может быть заработать А может быть А где заработать? А куда-то сливался? Не рассказал Остается загадкой А тут, кстати Посыпали Камушками Раньше вроде не было Была земля просто Да, тут народу много Только что мы были На трех прудном Спрашивается А где же еще два Ну тут еще фигово Трава Не выросла Ну люди бедные Что-то тут стоят Ходят Окрашено Но это не мешает Никому сидеть Некоторым И никому А некоторым Он задавил И даже отрезал голову Берегожус Надо заметить Что это все, конечно же Да, засрали Все патриарши пруды Поэтому и продаются Продажи Звоните 925-333-33366 Здесь нехорошая квартира Куда мы с вами придем Но сегодня прекрасная погода Поэтому я должен вам фонораду показать Чтобы ее пощелкаем Да, сейчас пощелкаем И всего вопрос А где, собственно Отрезаны В поле Ведь местные Живущие вот здесь На патриках Любовно так называют Патриаршие полиции Они утверждают, что здесь Никакого трамвая не было А это неправда И мы с музейщиками Установили с помощью металлоэстратива Вот здесь вот Здесь по Малой Гронной Проходила грузовая линия трамвая А с той стороны На углу Было депо трамвай Дело в том, что В 30-е годы Самая крупнейшая реконструкция И Я бы сказал Не просто реконструкция А переделка Москвы Сносится традиционные Совершенность граммы Прокладываются проспекты Совершенно уникальные Идет перескоп Ну что тут делать? Что все сюда едут-то Я не пойму Вот здесь примерно Находилась вертушка По камушкам этим ходить Сходите на ВДНХ Там лучше И земленное белое Лицо баконового гады Перекторы Снявшиеся за вертушку Верневод Первое мая Отмечают Вот именно здесь Была вертушка Вот этого здания Конечно Не было Булгакове Модненько Это стиляги В телогрейках А там Вон какие-то гномики Веселые Веселые Если вы помните Начало романа Однажды Весной Вывало Жаркий Вечер В Москве А патриаршин Судар Появляется Кое граждан Вот Представьте себе Я сейчас вам покажу Где была Это та самая Лавочка Которая Наверила Булгакову Эту историю Итак Вперед Пойдемте смотреть На лавочку Вперед За лавочкой Какие-то люди Еще тут К нам Присоединились Они совсем бред Ну Лебеди Плавают Две штуки Лебеди В количестве Двух штук Но Все тут заходили Здесь трава была Хорошим Отдыхающие Бабульки Спортсмены Опять же Какие-то На лавочках Которые окрасили Сидят Рыбу Вот кто-то Вот Так вот Телефоны Показывают Свои Типа Смотрите Какой у меня Xiaomi Там И прочее Просто стоят Просто стоят Типа Ну что Сегодня Пойдем Постоим На батриках А пойдем Постоим Еще экскурсия Я потерял Фальшивец Фальшивец Раньше 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 Было Лучше Ну Как Деды Говорят Смотрите Мы Смотрите Мы с вами видим Эту замечательную панораму Постоян Раньше Завтра Раньше Раньше Похоже Хорошая И какой Замечательный Фильзак Прекраснейшая Панорама Главное Что Патриархи Еврейские Мальчики Сидят Не очень Сильно Изменились И сейчас Это здание Уже Современное Здание Вот Это Вот Этот Дом Уже Лужковской Архитектуры Посмотрите Как Отлично Смотрится Реминесценция Того Самого Серебряного Века Итак Уважаемые Экскурсанты Мы С вами Должны Узнать Как Я же Обещал А где Эта Лавочка Находилась Вы Помните Что Эти Двое Граждан Моэр И Берлевоз Присели На Лавочках И Начали Что-то Разговаривать Философство И Вдруг Появился Дикий Гражданин Кречет В Петрачке А Второй Глаз Извольный А Второй Глобокий И Темный И У них Начались Философские Беседы Где Ж Эта Лавочка Могла Находиться Представьте Себе Что Она Собственно А Могла Собственно Двое Двое Входа В Этот Сквер Более Того Здесь Еще И Вы Помните Что Те Самые Граждане Захотели Пить Ведь Вечер Был Не Бывало Жарким Они Хотели Нарзанчика Холодного А Что Им Дали А Им Дали Теплую Абрикосовую А Где Им Могли Вообще Это Все Дать А Дело В Том Что Здесь Находилась Малатка Еще В Советское Время В Которые Продавали Газированную Воду Да Молодежи Откуда Знать Как Раньше В Антисанитарных Условиях Продавали Нам Газировку Вы Можете Это Увидеть Только Когда Пойдете В Гум И Там В Центре Гума У Фонтана Находится Как раз Киоск Где Продают Поставленную Эту Самую Воду А Именно Вот Такие Большие Сосуды Конусообразные Куда Наливают Конусообразные И Дальше Такой Автоматик Который Делают Газировку Стакан Граненый Который Не разовый А Постоянно Передающийся Что Называется С рук На руки Который Моется Холодной Водой И Никто Никаких Эпидемий Не испытывал Вот Уже Действительно Времена Были В советское Время Идеология Нас Защищала Как Быто Ни Было Представьте Себе Что Вот Здесь Именно При Входе Вот С этой Стороны Сквер На самом Деле В советское Время Еще Была Палатка Где Продавали Но Сам Газировку Ну А теперь Я Расхожу О том Очень Страшном И Для нас Важном Симфоли Той Самой Эпохи Которую Использовал Кунгако В своем Произведении Вот Послушайте Пожалуйста Этот Отрывок Спецэффекты Пошли Спецэффекты Пошли Вы конечно Узнали Оперу Шарля Куно Надо сказать Что Это Тот Самый Персонаж Мефистофель Который Дал Как Прототип Пулкакова Основание Для того Чтобы Он Вел Своего Героя В образе Фолунда А Фолун По-немецки Это Сатана Вот Откуда Прототип Как Булкаков Взял Этот Образ И Почему Может быть Ведь Это Вообще Провокация Я Ведь Литература Веты Булгаков Веты Мариата Чудакова Вместе С Еленой Сергеевной Булгаковой Исследовала Предыдущие Версии Романа И там Была Какая Голова Иван И Вот Что Так Может Булгаков Нас Специально Провоцирует Может Вообще Нельзя Нам Людям В основном Православных Вообще Этот Роман Читать Нет Я опровергну Вот такое Негативное Означение Дело в том Что у меня Есть Отзыв Эксперта Который Конечно Вы Наверное Оцените Этим Экспертом Является Принесторан Патриарх Директор О произведении Булгакова Романе Мастер Факарита Патриарх Вы сказали Следующий Образ Что Сложную Послереволюционную Эпоху Роман Кукакова Для чертеглации Произвел Впечатление Того Что Могут Натворить Те самые Мрачные силы Туалет Бесплатный Общественный Можем Учиться Потому Что Все Возвращается На Круте Своя И то Что Сейчас Произходит Вода Прозрачная Ну Видно Ну Тут Метр Где-то Глубина Выходим Садовая С 8 До 12 Ночи Работает С 8 Утро Общественный Туалет Редактор Редактор Толпа дефиле и прочая хрень. Жесть. Жесть. Ну, на каком мопеде приехал. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 все такие пафосные тут приезжие ходят на волочки какие-то все повторяется вот вот эта самая зойкина квартира как раз прототип возник отсюда вообще у Булгакова в всех произведениях живые прототипы все что мы увидим в том числе и если вы пойдете в музеи бабушка это реальный компонент реальное действующее лицо Анна горячая о ней Булгаков между прочим и этот рассказ номер тринадцать там эта акушка которая творилась долго и масло которое провела я пишу голову беру она вообще споила вперед вперед а а а и и Волгаков Хочу, что бы это значило Ну да, травы нету Все уныло Ля как Ну так Сказали бы Наверное Ну вот как я вам и обещал Я все свое обещание Скоро выполнять Вы видите Это самое здание Только с другой стороны Со стороны Большого Хаситинского Вот здесь мемориальная доска Посвященная памяти Замечательная наша Осторожно там машины Наши замечательные люди Именно здесь На последнем этаже Она прошла последние Неплохо Ну а что хотели Известности или личные Нужно выбирать Я вот неизвестен Вот там вот Вот там Можно записаться Там целый музей И мастерская Больше ста И его И его Именно здесь Вот здесь Один Субтитры создавал DimaTorzok 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 Откуда он убежал-то? А, вон там Крутит Запутать хочет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Угу Приходится Периодически подзаряжать И выбирать Между микрофоном и аккумулятором Надо тройничок купить Чтобы с этим больше не сталкиваться С таким выбором Так Могилка Ну мы подходим к апофеозу Так сказать Итак, уважаемые экскурсанты Я думаю, что Немногие здесь бывали из вас А ведь это место Которое дорого Любому Патриону Ведь здесь Видите Памятный знак Как раз Поклонный крест Установленный В тысячу Субтитры На месте Где когда-то Была вот такая Замечательная Церковь Которую Снесли В 1930-х годов И Ну так Хорошо, что сейчас Все-таки Опять Историческая память Нас Возвращает К этому Замечательному Патриарху В 2010-х годов Патриарху Можно сказать Что именно здесь Находилась Его домовая цель Которую Постой Наслажды В 2010-м Патриарху А имени Примосвечных Нас Возвращение Замья Малайский Перевод По тому Мы с вами Сейчас Смотрели Именно Он Был Духовным Лидером Именно Он Вместе Шмидином И Пожарским Сделал Ополчение И мы Прогнали Захватчиков Можно сказать Что о Патриарху Замучили Маляки И Довгар В настоящее Время Находится В Успенском Соборе Кремле А вот Здесь же В этой церкви В 1915-м Гады Хорошо Что я курточку Зимнюю Надел В тенечке Это на ветру Холодно Вечериного Архитектора Скиф Который Вам Так Вам Всех Нравится И Франц Альберт Шехтер Стал Федором Осиповичем Шехтер Именно Поэтому Назвали Вот эту Аллею Его Имени Должен Сказать Что именно В этой же Церкви В 1926-м Год Его Отбивали Он Жаловался Нам Всю Жизнь Я говорю Стоя Осипники Для Ребушин Для Морозов Вы знаете Наспередон Замечательные Осипники Великолепнейшие А у Мирана Говорит Безгодным На даче У своей Дочери Петровской Луг Матчей Дочери Которая Стоя Не Стоя Мы Им Стоять Наш Стоять Наш 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 Чудо камера Дурит А тут вообще сквозняк Сквозняк и ветер Вот это здание Как мне сказали Где Которая Здание Министерства Военная Как это было Военных Промышлен Министерства Сейчас Его отселяют И отрезка Что здесь Ходят Сделать Вот это Старинская Постройка Конечно Жарь Ну Раз Такой Границ Значит Старинская Постройка Примерно Вот она Вот здесь Была Видна Вот отсюда Прямо Видите Уникальный Дом Пекин А Какой Пекин Вот Дом Музей Булбекова А вон Этот Трамвай Нихая не слышно Но Я на такой Экскурсии Был Пойдемте узнавать Музей Музей Платная Там Квартира Подъем Квартира На третьем этаже Кажется Здесь Вот Вход Квартира 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 Это здание Это здание Я бы сказал Которое Сейчас Иначе Как Пристанищем Сатаны Никто Не назовет Фактически Здесь Всех Жителей Отселили Давным-давно Ну Вы посмотрите На народное Творство И после Этого Я вам Расскажу О том Как Здесь Жил Булгаков На четвертый этаж Наверх Не поднимай Он прожил С первой Женой До Двадцать Четвертого Дальше Ну А дальше У него Вторая Суббота Которую Он прожил Силу Кто-то Не выдерживает И продает Квартиру Чтоб Задолбали Ходить Туристы Они были Зарегистрированы Вот на второй Экскурсии Расскажем Все мои Вышли Давайте Ребята О то время Вы еще Сходите В музей Конечно Здесь Государственный Музей Да Самая Нехорошая Квартира А рядом Весь этаж Занимает Первый Все Вышел Весь Первый Этаж Если Что Значит Пятидесят Выбираете Вам Открывать Значит Вы тоже Идете Нет Итак Мы с вами В уникальном Совершенном месте Кроме того Что здесь Музей Булгаркова Здесь еще Музей Мастерская Контилотского Но об этом Отдельный Искусство Вот это Здание Вначале Было Построено По Заказу Такого Предпринимателя Ильи Давидовича Бхегита Это Совершеннейшая Чертовщина Ведь Этот Самый Предприниматель Относился К племени С Таким Странным Религиозным Оттенком Хараин Их Сейчас Вообще Очень мало Остались Только в Крыму Именно там Вот Молодой Предприниматель Владелец Фабрики Табачный Дугат Который Некоторые Из вас Наверное Помнят По советскому Времени От фабрики Ничего не осталось Она находилась На улице Гашка Но вот Здесь Были Как раз Общежития Для работниц Для работниц Этой Табачной Фабрики Это Вообще Я бы сказал Самое Самое Богатое Семейство Вот Этих Вот Этой Секты Религиозных Мерой Владелец И табачным Память Из фабрика Ява Который Владелец И вот Эта Фабрика Ухар Уникально Богатый Вот Здесь Это Здание Которое Выходило Как раз На Садовое Кольцо Жил Сам Предприниматель С супругой Должен Сказать Что Вид Этого Здания Со стороны Садового Кольца Видите Был Совершенно Гругой Потому Что Видите Здесь Палисаднички Палисаднички Были Почему И Собственное И названо Было Садовое Кольцо Палисаднички Возле Каждого Дома Владелец Обязан Был Сделать Разбить Палисаднички Окна Прям Друг К другу Смотрят И Только Солнечный Свет В Некоторые Моменты Поступает Палисаднички Туда Бургакова Как раз Пристроила Его Старшая Сестра Водер У него Было Четыре Сестры Она Его Выручала Всю Жизнь Фактически Как Наша Сетка Всегда Нам Помогает Заменяя Мать Здесь Ее Родственник Уезжает На Украину Оставляя Эту Поминальную Комнатью А Закрепиться Помогла Надежда Пустина Курсская Пока Начали Водер Семь Какая-то Порка Слышная Интеллигенция Отдыхает Надо сказать Наши Женщины Как говорится Крым Игра Сталь Все Три Жены Пожили До Глубокой Старости А Сам Наш Замечатель Потрясающий Должен У нас Семь Поэтому Девушки Если Вы Обираете Семь О каком-нибудь Денье Вы Имейте Ввиду Надо быть Очень Гребкой И Жить Нам Много Потому Что Именно Его Супруга Елена Сергеевна О которой Я провожу Экскурсию По Боварской И По Его Оргаза Именно Она Эта Замечательная Елена Сергеевна И Сохранила Для Нас Тот Самый Роман Роман Который Ныне Вы Все Читаете Перечитываете Вот Это Елена Сергеевна Посмотрите На Ее И Я должен Сказать Что Здесь Конечно Еще С первой Супругой Еще Меньше Стало Народ Что Написать Потому Что Это Была Действительно Коммуналка 11 Комнат Кухня Которая Представляет Собой Какое Уникальное Совершенно Зрелище 3,5 метра Высота Потолков Там Всякая Дрять Наверху И Как раз Напротив Кухни Небольшая Комнатка 12 Метровая Там Фактически От реплизитов Осталось Только Один Стол Все Остальное Переехало Сюда В коммерческий Вот этот Кухонный Центр Все Проходят Из выставки А вот Кошка Я вам говорил Вот она Пожалуйста Это Как раз Та самая Я бы сказал Признак Того самого Сатаны И Полюбуйтесь У нее теперь Благородный Вид Красный Ощейнич Это уже Небегон Где Гипотика А уже Тот Бегемот А я На этом С вами Прощаюсь Уважаемые Экскурсанты И Придосять На следующей Экскурсии Которые Мне будут Ухудряться То По Хамовникам И То Арбатам Пакетик Если Вам Понялось Можете Сделать Небольшие Спонсорские Вложения Приходите В Уркан Я Я Повожу Экскурсанты Спасибо Вам Поздравляю Всего Доброго Поздравляю Спасибо Бегемот вшивый какой-то ну вот так вот не надо, ну что она делает? ну на этом кот бегемот и закончим нашу экскурсию экскурсовод быстро ушел собрал в пакетик пожертвования у меня к сожалению нет возможности жертвовать, мне бы кто пожертвовал я бедный художник вот но прогулялись считаю неплохо здесь вот касса музей булгакова здесь продают билетики вот может еще что-нибудь вон в окнах интересные люстры, светильники а там вот сама нехорошая квартира ну тут экскурсии тоже проходят катают катают я катался особенно ночью ночью где-то в час ночи экскурсия с ну вот на этом автобусе ездят ну трамвай это и актеры там залетают в неожиданных местах интересная экскурсия вот именно по булгаковским местам ну ваку патриарших он катается там туда-сюда тудым-судым ну я на разных диалектов русского языка хотя тудым-судым это не по-русски оттудого-досюдого я еще и вот это знал вот ну все я вошел уже на всем известную площадь за сим прощаюсь не знаю как вам интересно не интересно но пускай будет эта экскурсия все равно а я а я прогулялся зато и еще там вообще-то в анонсах был сад посещение сада он что-то видимо где-то по времени не мы отвлеклись и поэтому в общем театр моссовета вот и по этому парку мы должны были еще пройтись вот здесь экскурсия должна была завершиться но видимо видимо не судьба ну тут сейчас холодно еще пока травы нету мне травы хочется хочу зелень чтоб уже наконец-то вон фонтанчик работает там вон там он театр вдалеке но сад аквариум называется погуляем еще когда будет тепло а то я сейчас в зимней куртке блин и в шапке а еще на б надо прокатиться автобусе как-нибудь выбрать место время туда и сюда по внутреннему и по внешнему кольцу вот ладно всем пока я устал пойду перекушу и может еще что-нибудь где-нибудь погуляем до скорого и и в и и и и и и